Вот это? Да, вот, наша область похожа на быка, вот он. Семья Давыдовых не просто многодетная, это целая династия работников соцзащиты. Именно они представляют Брянскую область на конкурсе династии России Всероссийского форума «Родные и любимые» на ВДНХ. Мы участвовали в конкурсном отборе, я знаю, что ни одна семья подавала заявку на участие в этом замечательном форуме. Мы подали на номинацию свою семью, наша семья представляет династию работников сферы социальной защиты. Моя бабушка Анна Федоровна всю жизнь посвятила работе в сфере социальной защиты, является почетным сотрудником сферы соцзащиты. Моя мама Юлия Евгеньевна, сотрудник комплексного центра, я директор СРЦ Денисовершеннолетних города Брянска. Династия работников социальной сферы, она достаточно редкая, это такая профессия, куда идут по зову сердца и по зову души. И вот именно наша семья оказалась такой. Кроме того, нужно было принять участие в некоторых конкурсах, это семейные викторины, конкурсы лучших рецептов. Мы отправляли видео на номинацию семейные рецепты, очень ждем отбора и участия в этом конкурсе. От мамы вот это вот пошло, наше как-то вот прививалось, наверное, отношение к социальной сфере. Ну, я хочу сказать, что да, наверное, пускай и внуки мои также идут по сфере. Ведь социальная сфера – это именно та сфера, которая помогает людям, не только многодетным семьям. Это же ведь сфера, которая затрагивает и старшее поколение, которому тоже сейчас уделяется очень большое внимание. Помогаю супруге, помогаю на работе, там, если что-то, где-то что-то произойдет. А теща тоже бывает, помогаю на ее работе. Я больше, сказать, волонтер в социальной сфере. Самый младший член династии – девятилетняя Настя. Самый старший – 85-летняя бабушка Ксении Анна Федоровна. Самая важная традиция – это все выходные проводить вместе. Каждый выходной мы собираемся, и все едем в Навлю к нашей бабушке и дедушке. Собираемся за семейным столом, обсуждаем. Наша бабушка – очень опытный человек из этой сферы. Она всегда дает нам нужные советы. Если мы с мамой нуждаемся в какой-то ее поддержке, она, конечно, нам ее всегда оказывает. Это наша самая главная традиция – быть всегда вместе и поддерживать друг друга. У девочек Насти, Ксюши и Евы пока немного другие планы на будущее. Хотят помогать не только людям. Я хочу вырасти и стать стюардессой, чтобы больше помогать людям. Я хочу стать собачьим ветеринаром. Я тоже хочу стать ветеринаром. Ветеринаром? Да. А у тебя куда такой интерес? Я очень люблю собак и животных всех. Средняя дочь Ксюша – приемная. Удивительно, настолько девочка похожа и на сестер, и на родителей. У нас сначала было двое детей, а потом сердце, что ли, тянуло. Но супруга просто пришла и сказала, ты знаешь, надо вот еще одного ребенка. Я говорю, дорогая моя, может быть, подумаем о усыновлении или подоплеку возьмем. Ну вот как-то так получилось, что в нашей семье появилась Ксения. Мы ее очень любим, она у нас своя. Мы прошли школу приемных родителей. Как бы это не страшно, это надо пройти. Нас обучали, точнее, нам даже рассказывали, как вести себя в подобных ситуациях. Как ребенку, возможно, это сказать, когда он будет задавать вопросы. Почему у меня другая фамилия? Или почему мы с вами не похожи? Нам объясняли и рассказывали, как ребенку грамотно это все рассказать, если вдруг начнутся такие вопросы. Ну, мы готовы к этому. Пока еще, конечно, таких вопросов особо не было. Но мы как-то психологически к этому готовы. Ну и она в любом случае на второй день назвала меня папой. И на второй день назвала супругу мамой. Наша семья не только многодетная, но и очень молодая. Мы молодые родители. И при этом мы совмещаем большую семью и карьеру. Мой муж, я, моя мама, мы все, в принципе, добились очень больших успехов в своей профессии. И хотим сказать каждым молодым родителям, что это возможно. Возможно строить карьеру и воспитывать детей одновременно. В ДНИ проведения форума «Родные и любимые» вся площадка ВДНХ становится территорией творчества для каждой семьи. У-ху! Ну-ка поплечите! Стенд Брянской области – ворота в мир народного творчества. Можно попробовать себя в гончарном деле, расписать семейный пряник, сделать куку, оберег или фоторамку. А на память о встрече получить в подарок шарж от художника. Заливаем капусту! Для взрослых и детей – народные забавы. А для любителей чего-то более современного – квиз, где надо выполнять разнообразные задания. Отгадать загадку, спеть песню или повторить движение. Очень живо, очень по-народному. Это очень как бы трепещет. Ничего сложного, очень здорово. Рассчитано на все возрасты. Очень интересно. И маленьким, и взрослым, и стареньким. Спасибо большое. Мне очень понравилось. А что понравилось больше всего? Мне больше всего понравилось. Ну вот, мы уже здесь полдня, и никак не можем получить полностью максимум удовольствия. Тем более, мы специально приехали, и, кстати, из Брянска. Очень понравился стенд нашей Брянской области. Ну а квиз был просто бесподобный. Получаствовал с большим удовольствием. Очень интересно и весело. Да, объединяет, сплачивает. У меня вот мы приехали с детьми, с школьниками. Я думаю, что это всем очень интересно, познавательно. Спасибо вам большое за такое прекрасное мероприятие. Аккуратно. Спасибо. Можно сказать только слова благодарности тем организаторам, которые придумали эту идею. Потому что идея, на самом деле, великолепная. Уже не первый день это мероприятие проходит. И мы видим, какой интерес оно вызывает у посетителей, у соседей наших по регионам, по стендам. С других регионов страны привезли тоже великолепные программы. Но наши просто замечательные. Лекции и интерактивы, мастер-классы, дегустации и ярмарки. Каждая семья может проявить себя на форуме «Родные любимые». Семейные дни на выставке «Россия» на ВДНХ пройдут до 23 января. Дмитрий Газин, Дмитрий Матеров, Москва.